Дорожная техника метр за метром продвигается по улицам Градца, оставляя за собой ровный слой асфальта. Он приходит на смену видавшему виды покрытию, на котором в последние годы, если и проводился ремонт, то только ямочный. На каких именно участках дорог в этом году появится новая одежда, определяли комиссионно, учитывая жалобы населения. Обращения жителей обязательно отсматриваем, где самое большое количество обращений. И смотрим по участкам, потому что есть понимание, где у нас по участкам разрушение имеется уже более 50%. То есть, соответственно, данные участки, их целесообразно как можно быстрее заводить в ремонт, потому что ямочный ремонт уже просто не спасает, и он получается неэффективен на данных участках. В итоге в число счастливчиков попали 8 участков дорог в Градце общей протяженностью 4,6 километра. Общий объем финансирования более 80 миллионов рублей. Такая внушительная сумма выделена на приведение в порядок асфальтобетонного покрытия впервые. И в этом году появилась возможность ремонтировать не только центральные дороги. Дело в том, что в прошлом году мы достаточно большое количество центральных дорог поделали. Это у нас улица Максима Горького. Я думаю, жители заметили улицу Рженикидзе, подъем на поселок Северный. Соответственно, мы сделали подъем по кооперативному съезду. То есть, это основные дороги. Поэтому в этом году мы переключились уже в зону застройки МКД и ИЖС. Но опять же, эти дороги не менее востребованы жителями, чем центральные. Но и это еще не все. В результате проведенных торгов образовалась экономия – 16 миллионов рублей, что позволит частично заасфальтировать еще ряд улиц в Градце. Работы выполняются по программе развития транспортной системы Нижегородской области. Завершить их планируется до 1 сентября.